Продолжение следует... Я увидела детскую команду, там были дети, и они играли лучше всех взрослых, я так думаю. Было показательное выступление замечательной сборной Якутска, которая настолько крутая, что прошли в премьер-лигу, все должны об этом знать. Что ж, друзья, оцените наш сюжет. К сожалению, вся игра, конечно же, в него не вошла, но полную версию вы можете увидеть на нашем канале YouTube, Проб ТВ, либо в нашей группе ВКонтакте, Проб ТВ. Продолжение следует... Соси, соси, соси... Вы понимаете, что таким агаром это игру не выиграет? А таким? Так, я говорю, вы не дома, вы в гостях уберите ствол. Да ставь я его, а так как прокат? Хватит называть Алёбинский УВД прокат! Ты уволен, давай! Фуражку погоды на стол и проваливать моего кабинета. Ты что, думаешь, остановлюсь меня этим? Да я пойду тассовать в бойном. Так, ключи от гофика на стол положим. Давайте посмотрим, как работает. Октябрь изменение, Екатерина. В ноябре она похудела. В декабре большая жизнь, и ка Альба! Корнева Европы! Давайте вам антасируем, представьте, что в одной части исчез бы Ватсап. Ребята, ребята, срочно раздайте сообщение. Десяти людей, а то умрём, всё умрём. Десяти людей обязательно. Вот, вот, как бы сказал наш мэр. От души, пацаны! Садимэр нашего города Карнаута Куван. Ватсап. 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 Давайте представим. Якут, блин, у немца. Вставай сюда! Говори, где ваши танки русские. Я не русский, я китаец. А ты у меня якут. Откуда ты узнал, что я якутин? У тебя татуировка на спине, мне сахапланы, как мне передало бы. На немецком. Подождите, у нас в городе дорог нормально где-то. Оттуда у вас айфон. Ну, это же... Ох, ну, это... Да, ну, это... Да, ну, это... Да, ну, это... Я уже четвёртый. Спасибо за подъезд. Дорогие взрослые, не ругайтесь бы нас за то, что мы сидим в подъездах. Если мы на районе живём, мы в катские спортзалы, мы бы обязательно занимались в спорт. Да-да-да-да-да. Чё ты, ты даже старался? Как думаете, добрые показатели? Здорово! Сборного выпуска! А наш следующий сюжет будет особенно интересен тем, кто любит узнавать всегда что-то новое о нашей республике, путешествовать, выезжать за пределы города. Мы встретились с автором прекрасного видеоблога «Понт выходного дня». Авторы проекта выходят за территорию города Якутска, исследуют, наблюдают, потом это всё ярко описывают и представляют нам на своём канале YouTube. И соавтор этого канала наш старый друг Владимир Сидельников – пилот, музыкант, а с недавних пор ещё и киногерой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормальный ход! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как родилась идея и как первая реализация прошла? Мне позвонил друг Афоня и сказал, так и так, у нас есть идея одного проекта. Проект заключался в том, что идут в поход три человека, делятся на две группы. Одни идут в снаряжении советских времён – брезентовые палатки, спальки, рюкзаки-колобки, да-да-да. А второй идёт, то бишь, отряд, где я с новым снаряжением, современным, сравнивали бы что да как происходит, за какое время они справляются, за какое время я справляюсь. Но, к сожалению, не получилось, у нас не хватило снаряжения. Одного человека? Советского. Вообще допустимо такое сравнение сейчас? А почему бы и нет? Это же интересно показать, сравнить, чтобы люди поняли, насколько хорошо мы сейчас живём. С этим делом пришлось повременить, но в поход-то уже охота идти. Мы решили пойти на Табагинские горы. На Табагинские холмы. Меня Серёга за это ругает. Да, на холмы. У нас нету гор. У нас нету гор, да. Там были интересные места, например, радиоактивный лес, как мы его называем. Там всякие такие корявые деревья. Дерево стоит, и как будто бы в него поместили большое яйцо. Сходили на ЛЭП, сходили на заброшенную станцию хлорирования. И в следующий раз более такая цель у нас была серьёзная, что ли. Я, Серёга и Афоня собрались найти ИЛ-14, разбившийся в 60-х годах недалеко от Покровска. Кстати, походом это как-то с натяжкой можно было назвать, потому что пешком мы прошли относительно мало. Больше на машине всё-таки. Нас сопровождал инспектор лесоохраны, за что ему огромное спасибо. Собственно, была его машина. И те места хорошо знал. У нас были координаты, по ним и отправились. Места реально дикие. То есть, вокруг ходили медведи. На второй день мы наткнулись на обглоданную тушу типа оленя, как они, косулю. И нам объяснили, что вот они лежат в какахе волчьи. И там прямо видно череп, прокусанный зубами. Буквально час назад. Да. Там где-то недели-две, может быть, недели прошли. Но всё равно такое чувство. То есть, раньше я такого не ощущал. Единение с природой, возможно, будет не таким без болезни. Конечно, было бы классно не только Якутию показать, но где-то ещё попутешествовать. На канале мы хотим выпускать также обзоры. Я раньше пренебрегивал обзорами. Но потом, когда сам сталкиваешься, и тебе нужно будет купить какую-то дорогостоящую вещь, да? Ну да. И ты не хочешь как бы ошибиться, да? 20 тысяч выкидывать непонятно на что. Да. И тут ты берёшь и смотришь обзоры. Кстати, вот насчёт вот этих ботинок, да? У Серёги похожие ботинки, да? Вот. Они тоже как бы должны быть непримолкаемые и так далее. Но они промокли, и его, и мои. Поэтому покупать их бы я не советовал. Я бы мог об этом уже рассказать. Ну давай прямо сейчас в кадре скажем, что у тебя за ботинки. Ботинки? А вот таким нехитрым способом расчищаем себе путь, чтоб поближе подъехать к самолёту и поменьше идти пешком. Чтоб ножки не намочить. Все мокрые. Ноги мокрые, да. Кого-то будешь купал же. У-ху! Вы хотите сделать полноценный туристический канал о нашей республике? По сути, в поход там можно выбраться действительно на выходной день, в пятницу вечером выехать, для экстремалов в понедельник утром вернуться и сразу на работу. Есть люди, которые ходят с целыми семьями. Нужна цель у семьи, чтобы они хотели этим заниматься, да? И всем это нравится. Ребёнку привить это можно спокойно. Да, это действительно крутой и интересный проект. Поэтому подписывайтесь, смотрите. Будет очень здорово и интересно. Мы что-то засиделись, давай двинем дальше. Да. Потому что уже заходит солнце, нужно добраться до города. Ну, 20 километров, конечно, не крюк. Ну, да. Пройтись можно. А наш следующий сюжет посвящён видеоиграм. Наш корреспондент Марина попыталась представить свой летсплей. Она поиграла в игру Far Cry Primal. Как вы можете понять, эти два термина Марина Никонова и видеоигры настолько несовместимы, что этот обзор игры обязан получиться просто фантастическим. Задача – покорить всех, собрать как можно больше шкур, победить всех мамонтов. Стоит упомянуть, что ей помогал наш старый друг Артур, который знает все ходы, все коды и все прохождения видеоигр. Смотрим. Всем привет! Сегодня мы в гостях у Артура и будем тестить одну очень интересную игру. Какую же? Far Cry Primal. Игра замечательная, вышла на 23 февраля этого года. Игра о доисторическом войне Токкаре. То есть это, короче, мамонты, саблезубые тигры, другие племена, вражда и так далее. В общем, интересная вещь. Я никогда не играла в видеоигры. Какие есть, может быть, советы для начинающих? Нажимай на кнопочки. Вовремя. Должна сначала прочитать, да? Да. Начинается в игре ночь. Начинается так, что не ты теперь охотишься, а она тебя теперь охотится. Тебе придется как-то защищаться от них. А куда идти-то? Ничего не видно. Опусти камеру плавненько. Нет. У нас уже что-то получается. Смотри, мы уже идем. Только не до конца прямо. Ничего не видно. Ну, на самом деле, первое время, да, нужно привыкнуть к геймпаду. Так вот называется это замечательная беспроводная штучка. Джойстик, который стал беспроводным. Стал называться... Окей, джойстик. Я вниз, да, куда-то иду? Да, ты падаешь. Ага. Вот что ты не... У тебя стреляют за его дядя. Их так много. А все я делаю, а меня никто не... Ты машешь пакелом. Я сосредоточена и пытаюсь что-то сделать, но меня опять убивают. Даю подсказку. Они вот. Да. Все, я бегу. Ау! Ну нет, ну дай ты даже хоть одну. Опа! Да, да, да. Во! Да, да! Нет, нет, нет! Где спрятаться? Здесь он меня не увидит? Увидит. Их двое уже? Да, их там двое и по-моему они позвонили своим друзьям. А ты в воду зашла. Паника! Паника, паника! Он испугался. Нет, я его догоню. За мной бегали я тоже догоню. А, все, я побежала в лесу, но я потеряла волка. Вот, к тому. Вперед, вперед. К дядьке, к дядьке. А, он стрелами стреляет? Да. 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 Вот, все, вот, все, все. А лечиться можно бесконечно? Да. Это такой бонус приятный. То есть, ты сейчас подлечилась, крутая, бодренькая. Все, продолжаем. Бодрый мужик с копьем. То есть, я сейчас, да? Бодрый, полуголый мужик с копьем. Да. В данное время это примерно вот так. А вот смотрите, что за мешочек на карте? Я туда подхожу, да? Где-то я... Это, возможно, какие-то скрытые сокровища. Сокровище? Да. Золото? Ой, 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 кто-то возле вот. Волк. Где-то чем бить-то? А, все, я вижу. Нет, я не вижу, я не вижу. А я вообще на А надо нажимать бить или на Б? Нет, на А надо прыгать. А. Волк просто на эмоциях испугался и убежал. Эх, четверо. А я же одна. Пятеро. Куда отступать? Давай, маневр, тактическое отступление. Мы просто идем вот так вот назад, поворачиваемся. Бежим. Валимся в тех ногах. А это плохие взятьки, которых можно будет тыкать. Тыкаем, тыкаем. Вот, сразу, с первого раза. Тыкаем, тыкаем. Ой, меня кто-то тыкает. Тыкаем. А их двое, надо бежать отсюда. Ой, я вижу костер. Если я на него наступлю, мне будет больно. Да. Честно, вот так кушать хочется. Там кто-то идет, видишь, да, в середине. Нет, это, скорее всего, позади его. За мной это есть, да, да. Вот, вот. Это гиены. О, они хищные. Вот, вот, все. Снять шкуру. О, на шуму. Оу. А если я медведь? Нет, 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 нет. То есть медведь всегда побеждает? А сейчас хотелось бы напомнить, что мы все-таки играем в War Cry Primal. Уже пятую часть от компании Ubisoft. Игрушка от всех, кстати, отличается. Сама заметила, да, таким новым сеттингом. Здесь кто-то есть, здесь кто-то есть, здесь кто-то есть. Просто неинтересный человек, послушай, что это. Да, здесь кто-то есть. Оранжевая точка. Мы дошли до нее. Как тебе делать? Не знаю. Пледников освободить. И одного очка награды. Принимаемся. Нажал. Удом голодные. Поводит ты убить их, пока они не съесть наших братьев. У него проблемы со склонением. Определенно. А теперь смотри. На карте видишь у тебя оранжевое? Да. Да. Вот в этой области у тебя где-то есть союзники, которых держат плену и которых тебе надо освободить. Не, не где я рука, тебе надо просто ходить. Нет, тут стена. Видимо вход в пещеру чуть дальше, вот где у тебя. Может буркеры закажем? А интересно, за 10 тысяч лет существовала служба доставки? Ну тут нет, ничего. Ой, цветочки. Вот они, четыре пленника, вот тебе их надо спасать очень быстро. Да, да, да. Все, я его убила, да? Да. Нет, меня окружают, так не честно. Я не вижу, я не вижу. Иди сюда, иди сюда быстрее. Вот, вот, вот. На. Все. Да, вообще профессионально. Не гради Южного Централа. Тут еще кто-то есть. Да, там еще двое и они, кстати, начали убивать пленников. Если у тебя количество пленников опустится... Нас их бьют, я не вижу. А, все, вижу, вижу. Давай, давай. Со спины, да? Не по-мужски. Вот, вот, все, готов. И теперь беги туда. А, нет, все. Затание провалено, я же убила их. Да, но ты не спасла пленников. Так не тесно. Палки, копьи, можно плавать, нырять, прыгать, все видеть. В общем, есть какие-то действия. Так что, двигаешься на самом деле, но... Ладно, мы будем врать, на 50-е минуте игры у тебя уже неплохо начало получаться. И мне стоит оформить кредит на Xbox, да? Призовывайся на эту тему, да-да-да. Спасибо, клево, поиграли. И торжественно передаю вам обратный джойстик. На этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся в следующей передаче. Заходите к нам в сообщество ВКонтакте Проб ТВ. Кидайте нам треки на стену. Смотрите нас в YouTube. Подписывайтесь в ВКонтакте и Инстаграме. Пока. И самое главное, заходите в наше сообщество в Инстаграме проб.тв. Там вы сможете увидеть, чем живет наша замечательная редакция, помимо изготовления передачи. Небольшой спойлер. Мы очень странные люди. Пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова